Всем хай, всем привет, с вами Мамонт и в этом видео я хочу обсудить гифтбокс брелок. Что делать, когда он выйдет на рынок, сколько он будет стоить, стоит ли продавать его и так далее. Вся информация в этом видео. Это будет максимально полезно для тебя, поэтому смотри обязательно до конца. И по традиции, в парочках классных прикольных багов, веселых даже, возьмите что-то вкусненькое, сядьте поудобнее и приятного вам просмотра. На данный момент, самый популярный баг стендов 2, это бессмертие в новогоднем режиме. С обновлением 0.18.1, теперь вы бессмертны. Я не знаю, как это сделать, каким образом и вообще, почему все бессмертны. Это получается случайным образом, вы просто заходите в катку и вы бессмертен. Но, если вас убьют с ножа или вы кого-то убьете с ножа, бессмертие каким-то чудом пропадает. Если все-таки вам удалось поймать этот баг, ни в коем случае не дайте себе завалить с ножа. Предупреждаю, если баг случился сам по себе, вы его специально не делали, а просто он сам появился, вы ничего плохого не делали, играли честно, вас не забанят. Но, если вы специально будете каждый раз бага юзить, использовать баги в свою пользу, то есть специально их делать, вы получите бан на 7 дней. Ну, это уже зависит от тяжести бага. Ребята, я просто в шоке. И вы тоже сейчас будете в шоке. Я столько играл в стендов 2 и только сейчас вижу впервые в жизни этот баг. Не, ну сам баг я видел, но именно в этом месте я в шоке, как я не замечал этого. Давайте проверим сами, зайдем сейчас в стендов 2 и попробуем уже с нормальным качеством графики. Я тут подумал, давайте я возьму новый калашик. У него переливающиеся наклейки, просто очень красиво. Я его купил по заказу за 600 голды, а мне прилетел с наклейками. Спасибо огромное продавцу. Итак, я нахожусь на АБ, я хочу просто для начала показать, где я впервые видел этот баг. Вы подходите сюда и вот как он здесь работает, видите, он работает здесь. И, блин, это очень круто, капец, это очень классно. Но давайте попробуем там, там как-то покрасивее было. Давайте посмотрим, в принципе. Подходим сюда медленно. О-о-о, ребят, это так красиво, капец. Ну, в принципе, то же самое, что и там. Вау, это очень классно. Капец, я когда вот так вот делаю, они вообще цвета меняют, смотрите. Офигеть. Капец, это классно, ребят. Я даже не знал, что они цвета меняют, когда вот так вот просто двигаешь экраном. Я только узнал об этом, капец. Я в шоке. Нет, это не постановочное удивление, потому что я не знал, что если двигать камерой, наклейки меняют цвет. Капец. Не, ну, я впервые это вижу за всю свою историю жизни в Stand Off 2. Это капец. Офигеть. А на этом кадре ваш сосед 1 января отдыхает на улице после Нового Года. Баги с бомбой добрались даже до инвентаря. Я в шоке. С правой стороны экрана видно две бомбы у двух людей. У каждого чела по одной бомбе. Это как? Вот бы узнать, как эти все баги появляются. Жаль, что разработчики не раскрывают такие тайны. О-о-о-о, ребят, это капец. Жиза. Честно, я когда скупал 70 суши, у меня такая же фигня была. Запрос даже отменить нельзя было, потому что там уже напокупалось что-то. Отнялась голда. Какие-то наклейки не пришли. Потом опять пришли наклейки. Голда не снялась. То есть там такие баги были, что лучше бы я не покупал, потому что, походу, я потратил больше голды, чем купил наклеек. Поэтому, если вы не хотите потерять свою голду, никогда не закупайтесь тогда, когда лагает рынок. Честно, я не первый раз уже смотрю это видео, я не понимал в чем подвох. Он вроде показывает инвентарь, показывает мои запросы и так далее, что там листает, осмотры делает. А оказывается, у него один новый предмет в инвентаре, а скинов нет. Ну, либо же наклейки брилка, то есть предмета нового нет, а показывает, что он есть. И тем более, рынок просто максимально лагает, как вы видите, он выставить ничего, убрать с рынка тоже не может. Походу, это сервера просто ложатся спать. Надеюсь, разработчики уже спряются с этой фигней. А тут у нас реклама от разработчика. Что это такое? Это капец, я не знаю. Он скрафтил с двух скинов один скин, из тех двух скинов он канус скрафтил. Надеюсь, разр... Он крафтит кейсы? Чел крафтит кейсы? Ребят, это что-то новенькое. Выбил сразу три керамбита? Он соединил три кейса и выбил сразу три керамбита? Надеюсь, разработчики намекают на что-то классное. Прикол, если можно будет открывать сразу три кейсы. Это просто имба. Визуальный баг, который не работает. Ребятушки, видите? 3000 голды за 120 рублей и 100 голды за 120 рублей. Ни в коем случае не покупайте за 120 рублей 3000 голды, потому что у вас снимется вся сумма настоящая, а не 120 рублей. Я не помню, сколько стоит там голда в рублях. Вроде 4000 рублей или 3500. Короче, с вас снимут всю цену. Это всего лишь визуальный баг. Вы только видите такую цену, на самом деле она другая. А здесь я придумал мемчик. Смотрите, вы встали утром и идете в школу. А это вы уже после школы возвращаетесь. Фух, наконец-то баги закончились. И давайте перейдем к стоимости гифтбокса. Как вы думаете, сколько будет стоить этот брелок? На данный момент в игре больше миллиона игроков. Это как минимум миллион игроков, потому что айдишников 100 миллионов. 100 миллионов айдишников. Минус 10 начальных миллионов. Ну, давайте 90 миллионов айдишников. Кто-то создавал по 2, по 3 айдишника. Окей, убираем еще 30 миллионов. Остается 60 миллионов игроков. Короче, ребят, на рынке этих гифтбоксов будет почти бесконечно. Каждый игрок получил этот брелок. И если он выйдет на рынок, рынок ляжет спать. Сразу, моментально он так залагает. Все будут продавать этот брелок, покупать, туда-сюда двигать. Я думаю, рынок вообще закроют, чтобы игра работала. Но у меня уже подкрадываются кое-какие сомнения. Насчет того, что его выставят на рынок. Какой смысл разработчикам выставлять на рынок подарок? То есть, это подарок от души. От разработчиков. Зачем вам его продавать? Подарки не от дарки. Окей, забудем про подарки вообще. Просто представим, что брелок вышел на рынок. Его в инвентарях больше миллиона штук. То есть, представьте, одновременно люди выставляют миллион штук на рынок гифтбоксов брелков. Он будет никому не нужен. Все инвентари, кто только хотел его купить, будут забиты этими брелками. Они все навешивают себе на скины. И, ну, сколько он будет стоить? Две голды, три голды. Этот брелок будет стоить максимум. Хорошо. Хорошо. Возможно, 10 голды. 10 или 1, я думаю, небольшая разница. Потому что можно выбить из бокса эпик. И тоже его продать за 10 голды спокойно. Получается, самый логичный вариант, который больше всего подходит к этой ситуации, брелок нельзя будет продать. Во-первых, это подарок. Во-вторых, его слишком много. И рынок реально будет лагать. В-третьих, это же не кейс какой-то. Это всего лишь брелок. И я сомневаюсь, что его реально можно будет продать. Я не знаю, у меня появилась какая-то неуверенность. Я просто максимально не вижу в этом смысла. Зачем дарить, чтобы потом кто-то продал? Окей, бокс можно открыть. И он тратится, да? Подарок, который можно было использовать. А брелок можно повесить и снять обратно в инвентаре. Поэтому продать невозможно. Я знаю, что разработчики могут выпустить его на рынок. Я не утверждаю, что не выпустят. Это лишь мое предположение. Я думаю, что не выпустят. Но на самом деле могут выпустить. Поэтому, если я не угадал, это всего лишь ошибочка. Если так реально посидеть, подумать, он не нужен никому на рынке. Потому что он есть у всех. Абсолютно у всех игроков есть этот гифтбокс-брелок. Поэтому рынок просто сломается. Это логично. Бро, итоги на конкурсы скоро будут в телеграм-канале. Я постараюсь их сделать. Но не забывайте поставить лайк на это видео. Вы же досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал с колокольчиком. Напишите свое мнение о гифтбоксе. Могут ли его продавать или нет. Что с ним будет. Какая цена и так далее. Всем спасибо. И посмотрите. Сейчас выйдет ролик на экране. Обязательно. Обязательно. Посмотри вот это видео, которое вылезло на экране. Потому что оно очень полезное. Там много серебра. Фармишь серебро, получаешь голду. И поставьте лайк, пожалуйста, на это видео. Пожалуйста, подпишитесь на канал с колокольчиком. Пока.